Бедные люди войдут в рай на 40 лет раньше, чем богатые люди. Как это понять? Этот хадис из сборника Муслима. Кроме того, 40 лет в вечной жизни не сравнятся с 40 годами в этой жизни. Это совершенно разные периоды. Итак, бедные войдут в рай раньше богатых. Пророк, мир ему и благословение, сказал, бедняки из числа мухаджиров, переселенцев из Мекки в Медину, войдут в рай на 500 лет раньше, чем богатые из числа мухаджиров, потому что бедным не придется отчитываться за свое имущество. В Судный день мы будем отчитываться за все, что у нас было. Так ведь? Мы будем спрошены за все милости, которые мы получили в мирской жизни. Получили ли мы их дозволенным путем? Отдавали ли за них закят? Обеспечивали свои семьи? Не украли ли мы их? То есть будет спрошено, как мы получили все свое имущество и как мы расходовали его. Когда мы говорим, что бедные войдут в рай раньше богатых, это не значит, что они также займут и более высокие степени в раю, чем богатые. Хадис не указывает на это. Он указывает лишь на то, что у бедного человека не будет много имущества, чтобы за него отчитываться. У него будет очень мало имущества. В этой жизни Аллах учит нас тому, что если мы бедны, и у нас нет столько имущества, сколько у богатых, то мы не должны печалиться. Каждому воздастся равным. И если вы бедны и не можете наслаждаться этой жизнью, так же, как и богатые люди, то не переживайте. Зато вы войдете в рай намного раньше, поскольку вам не придется долго отчитываться за свое имущество. Что касается богатых людей, то да, они могут в итоге достигнуть высоких степеней. Однако им предстоит долгий путь, пока они не отчитаются за каждую часть своего богатства. Будет проверяться все, как часто они давали милостыню из своего богатства, каким образом они его заработали, на что они тратили свое богатство. Сейчас я собираюсь рассказать вам о сподвижнике одном из десяти обрадованных раем. Его зовут Абдурахман ибн Ауф, да будет доволен им Аллах. Этот человек был одним из самых богатых сподвижников пророка, мир ему и благословение. И, как я сказал, он был одним из десяти обрадованных раем. Однажды, это было уже после того, как пророк, мир ему и благословение, покинул этот мир, однажды Абдурахман ибн Ауф прибыл в Медину с караваном, состоящим примерно из сотни верблюдов, нагруженных всевозможными товарами. Все жители Медины собрались, чтобы поглазеть на этот караван, поскольку это было огромное богатство в те дни. Все собрались, чтобы купить что-нибудь, либо обменять. Аиша, передавшая этот хадис, говорит, «Я слышала, как посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал, что Абдурахман ибн Ауф войдет в рай, однако он войдет в него ползком». Эти слова достигли Абдурахмана ибн Ауфа, да будет доволен им Аллах. Она, Аиша, говорит, что это по причине его богатства. Ему придется долго отчитываться за него. Так вот, по причине своего богатства ему придется войти в рай ползком. Когда Абдурахман ибн Ауф услышал эти слова, он сказал, «О Аиша, делаю тебя свидетелем, что я пожертвовал всем этим на пути Аллаха, чтобы не войти в рай ползком». Тем самым он хотел избежать попадания в рай в таком положении. Эти слова не означают, что он не войдет в рай и также не значит, что он будет подвергнут мучениям. Однако его вход в рай будет оттянут по причинам, о которых знает только Аллах, Свят Он и Велик. Этот хадис не говорит о том, что нам не дозволено становиться богатыми. Всевышний говорит в Коране, «Скажи, кто запретил украшения Аллаха, которые он даровал своим рабам? И прекрасный удел. Аллах не запретил нам богатство. Но было в богатстве Абдурахмана ибн Ауфа что-то, из-за чего ему придется ползти в рай? Аллах лучше знает, какая именно эта причина». Для сподвижников пророка, миримые благословения, богатство не было чем-то важным. Они ограничивались тем, что имели, и богатство они использовали только для того, чтобы жертвовать им на благое и помогать другим. Они не стремились к богатству, алчно. Возможно, для некоторых людей богатство станет препятствием к получению более высокой награды в вечной жизни. И возможно, что и богатство Абдурахмана ибн Ауфа, его накопление порой настолько занимало его, что он мог бы потратить это время на совершение огромного количества благодеяний. Но это время было упущено, поскольку ему надо было заниматься своим бизнесом. Поэтому мусульмане должны прилагать усилия и стараться планировать свою жизнь вокруг поклонения, а не приобретение мирских благ по мере своих возможностей. Если у них есть свой бизнес, то они должны сделать его средством поклонения. Например, спонсировать какие-либо благотворительные проекты, рытье колодцев, обеспечение всем необходимым бедняков, поддержку студентов, получающих исламские знания и так далее. В первую очередь, нужно заработать свое богатство дозволенным путем, а затем тратить его на дозволенные и благие цели. И таким образом вы сможете заслужить довольство Аллаха, иншаллах. И в этом хадисе мы видим, как хорошо Абдур-Рахман ибн Ауф поступил со своим богатством, раздав его нуждающимся ради Аллаха Свят Он и Велик.